ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕСПОВОРОТНО Приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате прогностик новый хоррор от СТПХ Студио, разработчиков Пальмира Орфан Эйдж и Мистс оф Эйден, отличных хорроров, прохождение которых тоже есть на канале. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы начинаем новое прохождение. Напоминаю, что вы можете помочь каналу, просто поставив лайк под видео. А чтобы не пропустить новое видео, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Я слышал, как умирали мои родители. Мы с братом сидели в запертой спальне и слушали. Резкие удары ножом раздавались до тех пор, пока их крики не прекратились. Полиция решила, что причиной убийства стало ограбление. Я никогда в это не верил. В нашем районе денег не водилось ни у кого, тем более у семьи эмигранта. После месяца в приюте нас забрал единственный оставшийся в штатах родственник, женщина по фамилии Рэндольф, медиум, наша бабушка. Мама никогда не говорила о ней, а полученное из дома письма прятала, не вскрывая. Полагаю, что внимание миссис Рэндольф можно назвать заботой. Нас учили. Обряды, молитвы, постоянные обещания рассказать, что произошло с нашими родителями. Но позже, всегда позже, когда мы будем готовы. Брат вырвался первым, поступил на службу в полицию, я ушел после. Когда мы будем готовы. Я, как и мама, раньше не отвечал на ее письма. Очередные обещания раскрыть какой-то секрет, если я вернусь. Когда они прекратились, я вздохнул с облегчением. Наконец. А после нас навестил Натальюс. Бабушку убили. Закололи ножом. Подозревают ограбление. Голосу родителей присоединились новые голоса. Город поедает себя, смерть приходит за его жителями, за моими друзьями, и я больше не могу это терпеть. Наша бабушка пыталась понять, что происходит, пыталась объяснить. Я начинаю ей верить. Она раскрывала преступления, находила виновных. Я должен занять ее место. Я должен вернуться в ее дом. Пролог, личное дело. Используйте ВСД для движения, подойте к столу и возьмите документы. Используйте левую кнопку мыши, чтобы взаимодействовать с предметами. То есть, мы сейчас находимся в доме нашей бабушки, да? Ой, какая темень. Ну, у нас есть зажигалка. Надеюсь, она не тратится. Мы можем зажечь свет? Во! Так, звуки какие-то жуткие. Вообще, дом довольно жуткий. Он в таком состоянии, как будто ему уже... Тут сотня лет. Там пометка на двери. Тут какой-то ритуал проводился. Твой брат полицейский, которому нужна помощь. Каждый день он будет присылать тебе новое дело с преступлением. Твоя цель – раскрыть дело. С помощью ритуалов гадания ты обнаружишь новые улики. Найдя преступника, заполни отчет и отправь его брату. Раскорль провелочное дело, чтобы убедить брата принять твою помощь. Нажмите тап, чтобы открыть и закрыть дело. Так. Досье. Это дети. Личное дело. Зачем ты вернулся? Мы все детство смотрели, как эта старуха сходит с ума. А теперь ты хочешь занять ее место. Ты что творишь? Хочешь, чтобы я помог? Тогда проведем небольшую проверку. Соверши воззвание к душам мертвых и поведай мне, о, провидец, кто из соседских ребят разбил мое окно. Я пришлю тебе их описания, совсем как те, с которыми работала старуха. Найдешь того, кто это сделал, вот тогда и поговорим. Один из этих лоботрясов совершил это жуткое преступление пару лет назад, 14 декабря в 13.00, в 19.02, в 19.02, в смысле, это адрес, может быть? Адрес дома? 19.02. Сейчас я живу на первом этаже, в квартирке на Мидоу-стрит. Второе. Даже не думай меня обманывать. Я знаю, кто это сделал. Просто хочу тебя проверить. Задача приложить дело виновного. Пришли, где он был, 14 декабря, 12, в 13.00, в 19.02, а, это год. Сейчас у нас 1902 год, значит, во время преступления. Вот оно что. У нас 1902 год, во время преступления. А что значит 14 декабря, 12? Угу. Хорошо, давайте разбираться, значит, улики здесь у нас будут. Почитаем досье, во-первых. Патрик Уиллис. Дата рождения неизвестна, возраст 13. Рыжие волосы, зеленые глаза, подозреваемый. Не вино. Ага, смотрите, мы можем здесь убийца. Вряд ли он кого-то убил. Мы можем менять статус здесь, окей. Биография. Хороший, старательный мальчик, но дружит с плохой компанией. Так, стоп, а здесь что еще что-то есть? А, нет. Захарий Моррис. 14 лет. Коричневые волосы, синие глаза. Живет в работном доме неподалеку. Очень тихий и угрюмый юноша. Харрисон Хоукинс. 14 лет. Черные волосы, желтые глаза. Сын матери-одиночки. А в школу не ходит, а днем подрабатывает убойщиком в баре. Ценю его стремление помогать матери, но это не то место, в котором стоит расти ребенку. Эндрю Мэй. 16 лет. Сын владелицы парикмахерской. Очень вздорный парень. Джейк Полсон, 16 лет. Очень активный ребенок. Постоянно где-то бегает и что-то делает. Его ждет большое будущее, если до этого он сумеет не влипнуть в неприятности. Так, у нас сейчас 23 ноября 1904 года. 10 вечера. Так, хорошо. Отправляйтесь в соседнюю комнату и найдите ритуальную свечу. Нажмите F, чтобы использовать зажигалку. Это мы уже разобрались. А здесь нам нужно что-то рассмотреть. Так, ну можно просто свет зажечь. Почему бы и нет. Фу, тут жуки ползают по стенам. Жесть. Заперто. Кот в подвал. Любопытно, что же там. Тут мухи. Ого. Какая огромная ванная комната. Огромная просто. И тут спрятано зеркало какое-то. Но мы не можем пока что его открыть. Возможно, нам понадобится для ритуалов. Так, ну здесь уже свет горит. Здесь свечи нету. Что это за дверь? Она открывается. Не знаю, нужно ли нам сюда сейчас идти. Но почему бы и нет. Так, тут карта. Видимо, мы будем как-то по карте все это еще определять. Где, что находится. Час, день, месяц, год. Ага. Искусство поиска. Методы обнаружения людей. Для того, чтобы найти человека, сделай следующее. Убедись, что ритуальная свеча горит. Положи досье человека рядом с картой. Установи на календаре год, месяц, число и час. Проведите лозами у карты. Чем ближе лозы, тем ближе человек. Лозы пересекутся в месте, где находился человек. Лозы крутятся, если ритуальная свеча погасла. Установите флажок на правильном адресе, чтобы добавить зацепку. Как интересно. Так, ну нам, видимо, не сюда еще. Нам нужна ритуальная свеча вначале. Так, там мы не пройдем. Хорошо. С этой стороны все понятно. Но выйти, само собой, мы не можем. Да и незачем нам, в принципе-то. Наверх подняться мы не можем. Так, а хотя бы зажечь здесь можно? Вот, чтобы светлее было. Мне будет как-то поспокойнее. Тоже бардак. Там даже зажечь нельзя, чтобы видеть, что там вообще находится. Но там, судя по всему, проход. Вот здесь угол. Ладно. Забито вообще. Еще и заперто. Другие ритуалы могут работать только пока горит ритуальная свеча. Зажгите свечу, следуя инструкции из книги. Зажгите правую кнопку мыши, чтобы присмотреться. Понял. Можно вот так вот приближать, чтобы прочитать. Хорошо. Мне кажется, игра стала чересчур тихой. Давайте чуть-чуть повысим громкость. А может быть так и надо? Тишина и спокойствие. А то мы резко ба-бах. И нас напугают. О, какая красивая картина. Так. Вот это, видимо, есть ритуальная свеча, да? Давайте, во-первых, прочитаем. Шепот свечи. Путь в неизведанное. Свеча – это проводник. Свеча обеспечивает контакт с миром духов. Ритуалы работают только пока свеча горит. Как только контакт будет установлен, цвет всех свечей изменится на синий. Как только свеча потухнет, контакт прервется, и ритуалы станут невозможны. В этот момент огонь всех свечей сменится с синего на желтый. Рядом с подсвечником находятся запасные свечи. Убери потухшую и зажги новую. Угу, то есть мы берем свечу, ставим сюда, проводим ритуал. Так, о, а можно еще так прочитать. Вицыслав Кадони, шепот свечи, путь в неизведанное. Инструкция о том, как устанавливать и поддерживать связь с потусторонними союзниками. Они помогут ответить на ваши вопросы. Свеча необходима для каждого ритуала. Любое гадание – это вопросы и ответы. И ответы можно получить только тогда, когда есть отвечающий. Ты не представляешь, что именно мне пришлось сделать, чтобы подготовить этот обряд. Тебе осталось только зажечь свечу. Надо будет в той книге тоже попробовать пролистать. Так, ну давайте берем свечу. Так. Ставим сюда. Ну просто поджечь. Вот. Двери всех ритуальных комнат отмечены подсказками. Найдите помещение с настенной картой. Его двери отмечены символом компаса. Ага. Это понятно. А почему не сделать все в одной комнате, чтобы не бегать потом сюда, когда свеча потухнет? Мы там прочитали, ведь что? Опа, все свечи действительно синим теперь светят. И даже зажигалка. Так, для работы с ритуальной картой необходимы лозы. Нажмите Q, чтобы достать их. Поставьте дело одного из подозреваемых на подставку рядом с картой. Следуйте инструкциям из книги. Роман Махалов. Искусство поиска метода обнаружения людей. Этот метод позволяет тебе определить местонахождение людей в любой момент времени. Указав дату и время, ты можешь провести лозами по карте и по их пересечению найти нужное место. Поиск по карте поможет подтвердить алиби, найти пропавших или свидетелей, находившихся на месте преступления. Взгляни на город. Он полон слепых. Следи за ними. Он полон слабых. Защищай их. Он полон грешников. Наказывай. Ух ты. Хорошо. Так, лозы Q. Так, ну пока что они вертятся. Лозы крутятся, если ритуальная свеча погасла. Но цвет изменится, по идее, да? Или она уже погасла? Подождите. А нам нужно сейчас просто разобраться. Что за... Почему звуки такие жуткие? Нам нужно сегодня разобраться, как все работает. А потом, само собой, уже будет быстрее. Потому что мы будем знать, что нам нужно именно сделать. Сейчас мы учимся работать вообще с этими инструментами. Всеми. С этими обрядами. Здесь мишка есть. Не знаю зачем. Так. Свеча горит. Положите досье человека рядом с картой. Вот сюда, наверное, да? Ну давайте по порядку. Патрик Уиллис. Так. Установите на календаре год, месяц, число и час. Но мы можем здесь, да? Вот так можем прочитать. 14 декабря. Вот что значит 12? 14 декабря 12. 14 декабря в 13.00. 1902 год. Так, подождите, месяц, декабрь у нас. 1900. Ой. Так, день. Час в 13.00. После того, как вы найдете виновного, вернитесь в прихожую и заполните рапорт. Он лежит на столе. Так, все ли я правильно? 14 декабря в 13.00. 1902 год. Он живет на... А сейчас наш брат живет на первом этаже в квартирке на Миддову-стрит. И нам нужно найти того, кто был в квартирке на Миддову-стрит. Где у нас Миддову-стрит? Давайте проверим. У нас светятся лозы. Так, подсказку я понял. Можно убрать подсказку? Я понял, что нужно рапорт на столе заполнить. Что? Что происходит? Со свеч... Это, наверное, сигнал, что сейчас погаснет у нас там та свеча. Но ничего, новую поставим. Я хотел бы, чтобы убрались подсказки, чтобы они мне не мешали. Приложи дело виновного. Опиши, где он был 14 декабря. Что значит? 12, 14 декабря. 12 в 13.00. Во время преступления. Досье. Улика. Ой-ой. Так, свеча, похоже, что... Догорает. Так, ладно, пока она догорит. Давайте мы, чтобы потом время не тратить, сразу разберемся, где находится вообще этот домик. Где находится Миддл-стрит? Гловер. Миддл-стрит. Вот, где-то вот здесь вот. Так, что-то мы можем сделать. Пометки ставить? Так, а, и справа нам показывает. Стоп, улики. Вот если поставим пометку здесь, вот так вот. А, это не единички. Это я вот так вот смотрел, кажется, как будто единичка нарисована. Нет, это мы ставим просто... Ну, меточку ставим. У нас погасла свеча, так что сейчас ничего не работает. А я бы хотел, чтобы подсказка сверху убралась. Стоп, а здесь была вот эта дыра? Там темно и страшно. А вот там свет горит. Ёп! Звуки жуткие такие. Там платье что-то. Я уже подумал, что стоит кто-то. Реально можно обделаться. Несмотря на то, что пока что особо страшного-то ничего не происходит, но звуки как бы пугают. Атмосфера-то довольно-таки жуткая. Прям вот ожидаю, что что-то сейчас как произойдет. Так, это мы убираем тогда. Ставим. Теперь нужно с помощью лос. Вот почему бы не сделать все это в одной комнате? Логично ведь было бы, да? Чтобы следить за свечой, не бегать, не тратить время. Итак, нам нужно узнать, где этот парень в это время был. Так. Мертв? В смысле? Нет, имеется в виду, вот он был вот здесь вот. Так. Тап. Улики. Он был на Бетфорд Роуд 9 в это время. Ага, я понял. Так, хорошо. Убираем вот это. Ставим. Вот это. Где этот был? Где-то тут. Нет. Нет. Вот где он был. Топ-кафорд Роуд 9 в это время. Он не подходит. Проверяем вот этого. Арисон. На Миддл Стрит 2 На Миддл Стрит 2 Вот мы нашли виновного Мы нашли виновного Давайте уже на всякий пожарный проверим всех остальных На всякий пожарный Так И последний остался Но тоже был на Миддл Стрит Только в другом доме Так, ну в принципе это что получается Все, мы нашли виновного Лозу можно убирать Значит, ты у нас не виновен У нас виновен кто у нас там? Харрисон Хоукинс виновен Не виновен Не виновный, жертва, убийца, подозреваемый Ну не убийца, но в смысле он Пускай будет убийца что ли Убийца Ну вообще не убийца, а подозреваемый Наверное Ну в смысле он как бы виновен Но он не убийца Пускай будет подозреваемый просто Так Я так понимаю, в любом случае Это мы чисто для себя делаем Чтоб здесь не запутаться Кого мы уже проверили Кого не проверили Когда уже четко знаем Что вот этот не виновен Ставим ему И все, чтоб самому не запутаться Чего просто мухи меня напугали Это ж надо, ничего не происходит Жуткого, а я боюсь Это только огромный плюс игре Что вот так вот Все равно страшно Кстати, стало действительно как-то светлее Теперь даже видно, что там Лестница Может быть постепенно Будут открываться Проходы Какие-то Твою ж дивизию Чуть не обделался Так, мы закончили ритуал Наверное, нужно Убрать свечу Так Фух Там все равно не видно Ну, давайте заполним Значит Досье виновного Досье у нас Как тебе приложить? Ага, вот так вот Харрисон Хоукинс у нас был Пришли, где он был 14 декабря в 13.00 Во время преступления То есть, я думаю, это Вот так вот нужно Да Отсюда мы досье переносим Отсюда вот мы улику Просто переносим Я уж думал, как-то заполнить надо, что ли А нет, просто переносим Вот пока что непонятно По поводу 12, что это значит 14 декабря 12 В 13.00 Ладно, отправляем Получено достижение Неофит Ее методы работают Кто бы мог подумать Хорошо Если ты так хочешь выяснить Что происходит в городе Давай поработаем над этим вместе День первый Дар божий Мне позволили Принять участие В подготовке К крупному судебному Заседанию На окраине города По адресу Барнфилдстрит 18 Находится ферма Фултонов Замкнутой И глубоко верующей Семьи Как оказалось Слишком верующий В начале Этого года Один из них Принес в жертву Ребенка В их собственном Доме Убийцу Покрывают Все фултоны Но только Один из них Совершил Жертвоприношение Я даже не знаю Кто из них Находился в доме Попробую Использовать Лозоходство Чтобы найти Виновного Так Пришли Досье убийцы Отметь Отличительную Особенность Убийцы Проведя Ритуал Лозоходства На жертве Отметь Где он Находился На карте В момент Убийства Время смерти Указано В досье Жертвы Так Давайте Во-первых Прочитаем Люк Это видимо Жертва Ребенок Люк Фолтон Мертв Жертва Дата смерти Зафиксирована Восьмое Января Один Что это значит Восьмое Января Один Я почти Ничего Не знаю О Люке Видел его Пару раз В церкви Спокойный И улыбчивый Мальчик Жаль Что все Так обернулось Нейтан Отец Люка Нескладный Рассеянный Во всем Слушается Своих Родителей Мне Всегда Было Жаль Его Но Даже Жалость Имеет Свои Пределы Алисия Мать Люка Одна Из тех Кто Сможет На любой Вопрос Ответить Цитата Из Писания Старший Детектив Считает Что Она Очень Сожалеет О Произошедшем Но Мне Кажется Что Она Разочарована Чем То Еще Аннабель Фултон Она Уверена Что Является Частью Первой В мире Семьи Святых Мучеников Чего Они Это Решили Не Очень Понятно Конрад Фултон Патриарх Семьи Он Рассказал Нам О Обряде Сравнивал Себя С Авраам Говорил Что Они Подарили Богу Своё Самое Большое Сокровище Я Заметил Что При Допросе Он Часто Отводил Глаза Похоже Он Что-то Скрывает Ладно Тогда Вначале Мы Проверим Всех Вот Этих Потом Проверим Мальчика Хорошо Итак Окраина Города По Адресу Баррехилл Стрит 18 Давайте Первым Делом Мы Сейчас Опа Стоп Подождите А здесь Было Закрыто Забито Даже Я Теперь Боюсь Теперь Можно Пройти То есть Я Был Прав Постепенно Будут Открываться Проходы Там Зеркало Зеркало Тоже Занавешенное Ух ты Это интересно Но это Жутко Так а что Случилось Кто Дверь Закрыл Так Так А здесь Я Книгу Читал Вообще Давайте По Порядку Для Служебного Пользования Работа С документацией Инструктаж Для Сотрудников Полицейского Отделения Города Гринфорд В данной Инструкции Описываются Основы Работы С делами Просмотр Указания Улик Заполнения Отчета Во Выполненном Деле Эта Инструкция Научит Ориентироваться В делах И заполнять Отчеты Ты будешь Работать С полицией Так что Придется Соблюдать Их Требования В свое Время Это Приходилось Делать И мне Пока Я не Сменила Направление Своей Работы Это Записки Нашей Бабушки Значит В книгах Работа С делами Вы можете Посмотреть Дела На Жавтап В делах Находятся Данные Подозреваемых Жертв Которые Необходимы Для Расследования Досье Слева Улики Справа Ага Это Обучение Как Завершить Дело Откройте Отчет Выберите Того Кого просили Найти Добавьте Улики Отправьте Ждите Ответное Письмо Понятно Это Обучение С обучением Здесь все В порядке Так Во-первых Давайте Мы Проверим Что Изменилось Первым делом Осматриваем Изменения Фу Исчезни Это Что Такое Там Двери Сами По себе Закрываются Меня Это Пугает Нужно Будет Сразу Найти Тихо Ты Что Там Закрывается Все Почему Меня Это Пугает Как Кстати Улица Барнхилл Стрит 18 Ищем Форд Барнхилл Стрит 18 18 Вот Нам Нам Нужно Сейчас Мы Метку Никакую Поставить Не Можем Здесь Ну Запомним Вот Она Барнхилл 18 18 Хорошо И Сюда Можно Уже Пройти Дивизию Я Боюсь Тут Темно Меня Реально Реально Пугает Все Просто В Ужаснейшем Да Твою Дивизию Все В Ужаснейшем Состоянии А Почему Здесь Лежит Кролик Чтобы Нам Было Чуть Хоть Чуть Чуть Поспокойнее Но Я Думаю Пространство Это Открывается Не Зря Наверняка Здесь Тоже Что 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 Нужно Сделать Что Такое Вода Капает Вот Здесь Символ Находится Для Чего То Здесь Тоже Какой То Ритуал Можно Провести Как Тут Жутко Я Себе Ужасно Некомфортно Сейчас Чувствую Здесь Ничего Не Происходит Кроме Того Что Дверь За Нами Закрывается Но Мне Ужасно Страшно Звуки Меня Просто Вымораживают Я Боюсь Натурально Боюсь Хотя Бо Потому Что Я Даже Не Знаю Чего Ожидать Что Вообще Может Произойти Я Вообще Не Знаю Чего Мне Бояться И Поэтому Я Боюсь Еще Сильнее Перья Какие Сюда Можно Видимо Поставить Ведь Твоючь Дивизию Дела Досье Мария Белфорд О Значении Вещей Лозоходства Этот ритуал Позволяет Узнать Особенность Внешности Убийцы Двигайся По лозам Чтобы найти В доме Нужный Предмет По нему Ты сможешь Определить Внешность Узнав Внешность Убийцы Ты сможешь Найти его Среди Подозреваемых А это у нас Кстати В заданиях Тоже Есть Отличительная Особенность Убийцы Окей Этот ритуал Расширяет Холистические Связи Между Человеком И предметом И позволяет Заглянуть В его душу На расстоянии Увидев Мир Скрытых Смыслов Такие Как мы Начинают Забывать О мире Материальном Это ошибка Суть Людей Просачивается Через них Оставаясь На том Чем мы Владеем Изучи Ритуал Он Поможет Тебе В твоем Новом Деле Но Главное Он Поможет Тебе Понять Инструкция Так А давайте Это мы Прочитаем Потом Когда этим Займемся Я все равно Сейчас Забуду Вначале С адресами Там все Сделаем Вот видите Дом Расширился То есть Нам позволили Пройти дальше По особняку Для того Чтобы здесь Мы тоже Могли Что-то Сделать Но Повторюсь Я бы На месте Того Кто Это Делать Все Это В одной Какой-то Комнате Разместил Все Полностью Атрибуты Ритуалов Инструменты То есть Так Далее Туда Мы Пока Что Не Пройдем Твою Девизию Мухи Интересно Этот дом Вообще Реально Как-то Отремонтировать Отреставрировать Привести В нормальный Вид Или его Проще Сжечь Снести И построить Новый По Разместив По По Перместив особенности внешности я думаю лозы будут нас водить под дом и куда-то от примеру если сюда приведут допустим это наверное будет означать красный цвет например еще что-то или допустим платье означает женский пол может быть по твою дивизию почему двери закрываются меня это пугает каждый раз оттуда мы за звуки когда туда подхожу там видно какая-то еще комната для ритуалов там камин по моему горит вот что это за звук и на верх мы с думаю тоже поднимемся зеркала может нам потом как-то понадобится тоже для ритуалов в итоге сюда можно пройти так главное здесь не заблудиться так что то здесь так темно что фух нет все нормально но темно там как-то даже слишком даже так не видно что там написано я понимаю что это наверное не нужно нам но любопытно просто опа шкаф так пускай будет открытый шкаф может быть лоза допустим приведут куда-то сюда коричневая красная зеленая синяя есть цвета может быть как это это понятно по моему мы уже все обошли все осмотрели ну что ж хорошо давайте мы знаете что первым делом сделаем выставим дату на календаре здесь ну чтобы сэкономить потом время и так нам нужно а почти какую дату в начале этого года а ну дату подождите ну вот же дата смерти 8 января 4 в 11 часов 11 часов восьмое января 4 подождите 11 еще раз 8 января 904 январь 1 8 день а время в 11 часов до в 11 часов 8 января 4 года здание у нас вот все понятно ну тогда быстрее сетой наверно что приступаем так лозоходство позволяет узнать приметы убийцы найдите комнату отмеченную знаком лоз так подождите приметы а давайте мы сначала просмотрим где кто был в начале поочередно я хочу с этого начать но для того чтобы убедиться что место смерти правильное вот он должен в это время быть у нас вот здесь да так дальше ты у нас где был тут ли ты был тоже но я подозреваю что они все наверно здесь были то есть убивал ребенка именно кто-то один из них остальные стали смотрели как бы участвовали в этом ритуале по сути они все вместе совершили убийство я бы всех бы на электрический стул бы посадил и все стоп а этого здесь не было а деда здесь не было так он был в другом конце города слушайте интересно дед давайте его отметим как-то он наверно не виновен давайте просто отметим чтобы знать что он был вообще в другом конце города слушайте ну пока что пускай так у нас будет помечено ха вы посмотрите так всех мы проверили идем дальше к следующей книге она у нас она у нас она у нас вот глаза да теперь читаем поставьте досье жертвы на вы что издеваетесь я чуть не помер только что я не ожидал что что-то такое произойдет я боюсь можно мне в окно выйти и убежать отсюда елки-палки досье жертвы на подставку ставим жертва люк пройдитесь по дому скрещение лос укажет направление но это понятно найти предмет какой-то предмет и его цвет вернитесь к книге так предметы его цвет туда 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 куда-то туда куда-то что-то то есть мы потом возвращаемся к книге и там расшифровка в шкаф ну вот как я и думал ребята в шкаф почему так громко это лоза так А нет, не в шкаф Нет, не в шкаф Часы? Что, коричневые часы? Не понял Так, надо свечу Надо поменять свечу Подождите, коричневые часы или что? Часы? Часы? Ну давайте жутко звуки в этой игре ребята просто жесть пугают невероятная жутко боюсь сейчас что у нас здесь так а вот это появилось мы теперь можем улики добавить так картина книги камин часы 30 или старше часы 30 или старше так 30 или старше так старше 30 сколько на тону 29 лет невиновен алисия 28 лет невиновен виновна аннабель фултона на своего внука убила а ее даже родители ребенка и и покрывают вообще она убила своего внука так дальше шепот означает что одно из зеркал открылась лоза укажут путь к зеркалу закройте его как можно быстрее чтобы избавиться незваного гостя что 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 это которая в ванной близ ванная вроде когда нет да как тебя закрыть что уж теперь вы сами по себе решите дело что за незваный гость что елки-палка что может сделать нам незваный гость что за жизнь подождите хорошо кроме возрастом еще можем как-то так свет волос татуировка родимое пятно ожоги 30 или старше 29 или моложе шрама свеча лозы молчат но в принципе мы уже знаем и так кто это сделал так что он думаю можно вот так вот сделать убийца анабель фолтон так положительно отличительная особенность убийцы но как-то укажем в отчете и твою дивизию ну это такое там было что-то ломится а там реально что-то может войти сюда да вы шутите дивизию я боюсь все сильнее и сильнее натурально ребята меня эта игра звездки пугает сейчас так досье убийцы так улика отличительная особенность убийцы так где находился на карте так отличительную особенность как мне сюда добавить отличительная особенность подождите 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 там может что-то еще надо было сделать я ужасно боюсь ребята я ужасно боюсь и вообще так добавьте полученную черту убийцы в улике а вот она смотрите а убийца 30 лет или старше все я понял убийца вот здесь потому что его досье поэтому все понятно теперь ну как я и сказала сегодня мы еще учимся как здесь что работает так на заново нужно дам досья так 50-30 лет или больше именно она здесь была все понятно получен достижение новый абраам сегодня я слышал нечто страшное я услышал как женщина порицает мужа за то что он не смог убить своего родного внука аннабель пришлось сделать это самой чтобы умилостивить голос божий это дело навело меня на мысль о смерти нашей бабушки удар нанесенные разными людьми должны отличаться так я изучил результаты вскрытия нашей бабушки и нашел пару странностей каждый следующий удар ножом был слабее предыдущего в ходе борьбы такая четкая закономерность невозможно направление ударов тоже не сходится слишком одинаковое и странное колющие удары носились в районе груди но лезвие было направлено не вверх или вниз а почти перпендикулярно телу может быть ее убили во сне а все ограбление это инсценировка если так то кто-то пытался замаскировать преднамеренное убийство кто желал ей смерти я постараюсь найти последних людей с которыми она общалась ухты но я могу из этого сделать вывод что ее по сути принесли в жертву и каждый удар был нанесен другим человеком каждый следующий удар ножом был слабее предыдущего как-то так один и второй суровый урок так а давайте сразу читать мы не будем я думаю игра сохранилась и давайте мы здесь с вами уже на сегодня прервемся и подведем итоги что я могу сейчас сказать ребята я в восторге от этой игры я просто в восторге игра очень страшная я прям очень боюсь сейчас очень жуткая здесь атмосфера в этой игре очень жуткий я не знаю чего еще можно ожидать тут какие-то гости появляются из зеркал вообще жесть какая-то механика игры очень интересно вот такого-то следования преступлений прям невероятно интересно что же будет дальше и какие еще мы сможем использовать ритуалы очень классно игра прекрасно выглядит игра прекрасно звучит вообще прям высшая похвала за звук очень жуткие звуки игра очень удобно управляется у меня прям вообще никаких претензий к этой игре нет я от него в восторге это уже третий хоррор от данных разработчиков которые я прохожу с огромным удовольствием поэтому если честно я даже не сомневался что игра будет хорошая надеюсь ребята вам также как и мне страшно спасибо вам большое за просмотр не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх также вы можете помочь каналу рублем по ссылке в описании а как обычно с вами был зоди удачи друзья встретимся в следующей серии пока пока